Клэш оф Клэнс Клэш оф Клэнс Клэш оф Клэш оф Клэнс мы получаем всего лишь единицу опыта, как будто отдали одну лучницу. Но согласитесь, время и стоимости явно несоизмеримы. Однако же после выхода обновления, донат тарана и дирижабля будет давать 30 опыта. Мне кажется, так и должно было быть с самого начала. А вот следующее интересное нововведение, мне кажется, нужно было вводить еще 6 лет назад, когда только появился Clash of Clans, и будет оно касаться выбора армии. Как вы знаете, когда, к примеру, вы ищете соперника в глобале, очень часто многие атаки, а особенно у тех, кто поднимает кубки, заканчиваются сливом лишь потому, что они случайно высадили лучницу на ту базу, куда не хотели, а всего лишь хотели нажать на кнопку следующей, но немножечко промахнулись. И чтобы такие ситуации не возникали, для нас с вами ведут выбор армии. Что это значит? В начале каждой атаки ни один из юнитов не будет выбран по умолчанию. Чтобы начать атаку, вам нужно специально выбрать юнита, и после чего уже начать атаку. Так называемая защита от случайной высадки. Ну и следующее нововведение, возможно, не настолько полезно, как предыдущие, но все-таки давно пора было это ввести, поскольку в Clash Royale такое уже есть, а вот Clash of Clans почему-то не придумали, хотя все остальное уже тоже имеется. Речь идет о режиме Slow-Mo. Это тот режим, когда вы сможете смотреть повторы на скорости 1.2, то есть половинка. Мне кажется, это довольно удобно, хотя, возможно, и не всегда полезно. Однако же на такой скорости можно будет просто детально рассмотреть различные повторы и досконально понять, что происходит на карте в этот момент. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться на канал, ведь в ближайшее время Supercell нам обещает еще новости по грядущему обновлению. Поэтому информация наверняка будет. Всем хороших воин. Пока-пока.